всем привет мы начинаем нашу трансляцию вот со мной во первых я представлюсь меня зовут игорь я куратор направления создания 3d персонажей и анимации со мной преподаватель нашей школы роман безносов и дарья котова и еще у нас специальный гость сегодня вот александр александр представься пожалуйста и расскажи немножко о себе о том как ты пришел в креатив и чем ты вообще занимаешься всем привет в общем с чего начать да еще учился в университете я сперва устроился на подработку smm специалистам были мне стыдно но мне нужны были деньги что из этого получилось у нас как-то кабинет зашел продюсер и сказал то что нужно местами поменять на картинке на видосе волка из ну погоди и зайца у меня уже тогда были какие-то представления о том вообще что такое что пакет adobe в частности про photoshop я делал какие-то визиточки уже листовки и тогда для меня эта задача показалась совершенно нереальной я говорю что вы с ума сошли как на видео можно поменять это же это же уйма кадров это сидеть каждый кадр photoshop что вырезать и менять местами говорю это нереально фразер говорит секунду у нас вот есть дима это был штатный моушн дизайнер говорит он творит чудеса проходит 15 минут я смотрю на видео и зайц и волк поменяны местами что как это произошло это это невероятно это магия в общем и с тех пор с тех пор я заинтересовался компьютерной графикой и развиваясь сейчас я фрилансер cg генералист генералист этот тот человек который все делает по чуть-чуть и собственно собственно вот 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 мы здесь здорово и как я понимаю 3d это тоже занимаешься да да ну в принципе 2d 3d анимация меньше в меньшей степени потому что это уже все таки такое углубление в какую-то специальность как например скульптинг и анимация для меня лично для меня это такие специальности которые требуют именно полного погружения и и сосредоточения только на этом направлении потому что для скульпта нужно хорошо учить лабить анатомию для анимации нужно учить собственно все эти помимо базовых при принципов анимации все остальные понятное дело то что если мы анимируем какой-нибудь кубик для для моушн дизайна очень часто там используют там нет персонажки как таковой ну то есть основная часть это какой-то пролет партиклов пролет кубиков там есть общее понимание спейсингов таймингов и этого хватает но для углубленного изучения персонажной анимации конечно требуется больше времени и ты знаешь мне кажется вот как раз машин дизайн и анимация вот базовых объектов с каких-то она дает очень классную базу для того чтобы потом заниматься и персонажная анимация любую любым другим видом анимации потому что вот мне кажется но некоторые люди которые врываются вот в персонажную анимацию сразу пытается анимировать персонажем они как раз но им вот это не хватает я на себе тоже это почувствовал немножко я почувствовал что мне надо немножко машин изучить и ну какие-то более базовые принципы ну и смотрим нам кстати то же самое вообще идеально на самом деле не не выбирать сразу свою стезю а ну вот это опять же мое субъективное мнение но она вот как раз такое то что лучше сначала попробовать все по чуть-чуть все выучить а потом уже только чему тебя больше лежит душа там и туда продолжать копать собственно да кстати ну вот я не знаю рома тебе рассказал про нашу школу или нет но у нас как раз такой принцип я но когда только начинал работать мне он не нравился но я теперь понимаю что куча плюсов я постоянно об этом говорю на прошлой защите я тоже об этом говорил что но первый год у нет специализации и ребята пробуют там и ну 3d моделинг и фото видео и звук то есть все направления у нас шесть разных направлений графический дизайн мода и последний кого забыл а vr интерактивные технологии они в движке делают vr приложения мне кажется это офигенно и они правда ну это помогает им выбрать направление в котором они потом захотят развиваться да но потому что вот приходит ребенок у него наверняка уже есть какие-то предпочтения и обычно как я это себе представляю то что ребенку нравится то чем он больше разбирается да ну вот условно если мы спроекцируемся на обычные предметы до ребенка получается например школе математика ему естественно будет нравится этот предмет если она ему не получается он что-то пропустил ему это не нравится ай вот с этими базовыми какими-то как при посылками а не привилегиями в общем то что ему больше нравится у нее уже есть какие-то заложенные базисы вот он с ними приходит и например кому-то больше понравится кто допустим там учится музыкалке ему понравится больше монтажей до ловить вот эти такты на сильные кадры там встречи ставить я монтаж вообще не люблю это это мука для меня вот но мне нравится 3d моделлинг математика начерталка когда-то нравилось вот и поэтому сидеть целый день моделить кубики там по чертежикам вот это это да я тебя очень хорошо понимаю мне тоже это близко но кстати был монтаж я буквально вот вчера мне пришлось попробовать и мне понравилась прикольная штука но я изначально хотел делать крутые штуки в гудине и когда я начал изучать гудине я понял что это просто гения гениальная программа это гигантский калькулятор то есть там даже есть ну такой режим как экселевские таблицы можно сказать где каждый элемент твои сцены каждый там вертекс твоей модели записан и у него есть параметры и так далее и гудине просто математические вычисления проверили производит и делает красиво в итоге но я кстати тогда вот как раз почувствовал что мне не хватает немножко базы поэтому я пошел изучать блендер и так не вернулся в гудине ну вот может как-то вернуть вот но пленда тоже сделали классные эти геометрические ноды которые ну немного как бы приближаться к тому что умеет гудине базовым таком уровне вот их тоже прикольно бы изучить да ну и кстати кстати здесь вот есть преимущество у подрастающего поколения перед предусловно моим поколением потому что сейчас я могу позволить себе учить только то что вот конкретности вот буквально завтра и не в каком-то отдаленном будущем будущем а именно вот в максимально сжатые сроки принесет мне деньги деньги брызги конечно но тем не менее потому что я сейчас я хотел начать изучение гудине но я понял то что нет никаких вот в моем в моем инфо пузыре нет заказов под это потому что в российском сегменте гудине вообще принципе гудине используется для чего в игровой индустрии для процедурной генерации там ландшафта городов вот и вот этой всякой штуки да а в моушене в рекламных роликах это всякие стимуляшки газики водичка и в россии к сожалению сейчас на нашем отечественном рынке это не так распространено как киношки на западе вот и не увидел я почему-то вот для себя именно для моушен дизайна изучение гудине которая будет актуальна в обозримом будущем да я согласен с тобой я понимаю и у меня скорее другие опасения на этот счет скорее то есть мне было бы интересно это изучить и я думаю что это перспективно и в принципе это просто это просто требует но это это не попросту что перебил это не та вещь которая вот учится за именно за неделю да это то что я хотел сказать что ребенок сейчас начинает учить и не у него у него вагон времени он может спокойно да вот именно сейчас как бы когда уже работаешь что ну учишь то что тебе непосредственно сейчас нужно чтобы стать но нормальным будильщиком то тебе понадобится там ну пару лет как минимум ну или год хотя бы да вот и у меня просто но уже как бы нет этого года чтобы изучать поэтому все равно каждый день что-то новое узнаешь но уже в той сфере в которой ты специализировался в которой ты работаешь ну поэтому вот блендер блендер в этом плане максимально user-friendly софт хоть принципе в принципе но не сейчас давай скажем так года три назад стандартом индустрии motion дизайна считалось cinema да да вот буквально недавно я делал сейчас делаю проект для для бренда крупного и бренд в брендбуке прислал блендеровский файл но три года назад это было бы еще невозможно и в принципе вот он грила и блендер очень хорошая политика развитие своего продукта они дают его бесплатно и тут получается так то что . . . входа понижает объ denke облегчается и будущие работодатели уже как бы не на предложение ориентируют не на спрос ориентируется она предложение потому что предложения по блендеру будет больше анрилу предложение более будет больше чем по unity будет больше специалистов, значит, волей-неволей весь pipeline будет перестраиваться производственный. Он уже, в принципе, перестраивается. Хочу подключить к диалогу наших преподавателей, Дашу и Рому. Не хочу, чтобы это был наш диалог с тобой только, поэтому подключайтесь, ребят. Может быть, мы на фоне что-то поделаем, я не знаю, там по моделям и так далее, чтобы более интересно было смотреть. Правда, мы специально ничего особо не планировали на этот стрим, то есть хотели, чтобы это было спонтанное такое беседа, разговор. Но, в принципе, если есть у кого-то желание показать что-то или там поделать что-то на фоне, то, пожалуйста. Я просто чувствую, что с непривычки у меня плохо получится одновременно что-то моделить, например, и разговаривать. Нет ни у кого желания. Ну, я открыл работу сейчас ученика, хотел ее поправить, но пока ничего интересного. Да, ну, хотя пусть будет работа ученика на фоне. Нормально будет, как считаешь? Ну, да, сейчас открою. Да, давай лучше ты, чем я, я вообще риг делаю. Максимально неинтересно. Почему? Ну, как бы риг это неинтересно, но нужно. Почему нет? А ты, кстати, Даша, Рик, делаешь через аддон или я так, своими силами? Пока не определила. Понятно. По поводу того, что о чем мы сейчас запущу стрим. Ну, вот, кстати, прикольная работа нашего ученика. Это, по-моему, персонаж из робокса, насколько я понимаю. Да, я хочу лицо зациклить. Не зациклить, а зафризить вот так. А, чтобы он вращался, лицо осталось на месте. Да. Пока не знаю, как. А я у Саши смотрю, думаю, что вы про круг обсуждаетесь? Да, у Саши. Саши, тебе можно показывать, да, Тинькофф? А, я не показываю его. А, понял. Да, у меня же, да, у меня Блендер открыт уже. Ты, видимо, свернул. А, ну да. Ну, короче, твой экран показывается пока, Ром. Вот. По поводу того, что Саша говорил, знаешь, что интересно? Вот в сфере моды Блендер, там, где я работаю, Блендер вообще стал стандартом, потому что это вторая программа, которую люди юзают. То есть основная программа практически всегда это Cloud 3D или Marvelous Designer то же самое, где они делают шмотки и потом нужна какая-то более общая программа для того, чтобы там уже делать анимацию, рендерить и так далее. Собирать сцены и практически всегда это Блендер. То есть это даже не обсуждается. Когда приходит какой-то заказ, ты говорил, что у тебя, ну вот, тебе пришел заказ и там был Блендеровский файл, ты удивился. Но вот в нашей индустрии как бы это уже никого не удивляет. То есть это ожидается даже, что тебе придет Блендеровский файл или что работа ведется в Блендер. Ну, буквально до того, что если, допустим, художник или там заказчик работает в какой-то другой программе, то это отдельно оговаривается. Ну, так что да. Я абсолютно рад это слышать, потому что вот когда года четыре назад или года три назад, когда я первый раз открывал Блендер, мне говорили, блин, зачем у тебя Блендер? Иди в синьку. А я Блендер открывал просто потому, что у меня был MacBook Pro 2009 года, на котором был процессор Intel Core 2 Duo и видяха какая-то инвидиевская там три цифры было. Понятно. Три цифры, все ясно. Да, 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 да. Там что-то было 250, 120, ну, так надо что-то такое, да. Ну, я на таком же компе буквально начинал Блендер тоже учить. Да, да, да. И синька там какая-то версия запускалась, которая уже на тот момент была неактуальна. Redshift заводился с треском, просто с неимоверным. А я открыл Блендер и такой, боже мой, тут все летает. И самое, что интересно, я мог еще рендерить. А я, наверное, смогу сейчас показать, наверное, первую свою CD-шку, которую я сделал в Блендере. Ну, давай. Так, как это только сделать, наверное, чтобы не включать демку, чтобы не включать демку кого, чтобы не включать демку Телеграма, я это просто скачаю на комплекс и воспроизведу. Ты можешь выбрать, когда ты выбираешь, что стримить, ты можешь выбрать окно определенное, то есть одну прогу только. Ну, я его, наверное, вот так вот сделаю. И вот это оно. Так, я открыл. Сейчас, конечно, я смотрю, мне стыдно, но тем не менее. Да нет, почему? Очень неприлично выглядит. Вот, и мне тогда пришли с заказом и сказали, нужна 2D-шка. А я подумал, а зачем делать 2D-шку, если быстрее сделать 3D-шку? Вот, потому что пролет и анимации выглядели бы гораздо проще. Здесь я впервые узнал, что такое Миксама, но я не узнал, как правильно импортировать Рик от Миксама, и поэтому, ну, Рома, наверное, знает, что если с Миксама импортнуть скелет в Блендер и не нажать кнопочку After Reign Bones, кости будут стоять в перфемедикулярном направлении, и из персонажа получится такой ежик. Да, да, да. Да. Вот. И я тогда вообще не знал, что такое Control Rig, и все анимации, которые я делал, я делал ручками, двигая каждую кость. Вот. Это были муки. Ну, то есть, тогда не шло никакой речи про инверсную кинематику, про контроллеры, там были просто кости, были веса, был скининг персонажа, и на этом, собственно, все. Вот. И с тех пор я просто влюбился в Блендер, потому что это прекрасно. Да, у меня похожая история была с Блендером, почему я тоже именно его стал учить. Ну, в принципе, мне нравятся вещи, которые как бы современные, которые развиваются активно и так далее. И сперва мой, то есть, когда я решил изучать какую-то программу 3D, сперва мой выбор пал на моду. Тоже оригинальная программа, она была не мейнстримовая такая, то есть, это был не 3D Max, не Maya, у нее был более современный интерфейс, тоже какие-то фишки, которых не было в других программах. И мне она нравилась. Там классно было моделить, там по уму все было сделано. И самое главное, там был классный учитель, его зовут Волган Линк, который делал классные туториалы по моду, и по ним можно было хорошо учиться. И причем он делал еще кастумизацию интерфейсов мода, там всякие аддончики рассказывал, как установить, чтобы было максимально удобно работать. И я, ну, неплохо выучил моду на приличном уровне за счет него. И потом внезапно на своем канале, там на YouTube или где-то он сказал, что, знаете чего, я в моду проработал 20 лет, но мне надоело. Я пошел в Blender, потому что Blender лучше. Ну, я такой, ну, ладно, значит, пора пробовать Blender. И тогда как раз было вот это время, что вышла версия 2.8, точнее она была в бете, когда переделали весь интерфейс на нормальный. И я тоже влюбился в Blender, насколько там все просто, как бы понятно, доступно делается. Вот, мода тоже классная программа, но, конечно, она немножко сейчас выглядит мертвой, потому что даже, ну, комьюнити мода трудно найти. А комьюнити Blender очень быстро развивается. Сейчас много ребят, особенно молодых ребят, подростков, изучают Blender. И поэтому, ну, как бы, любо-дорого глядеть просто на это все. вот, например, синьки лучше, всякие... Как здесь этот модификатор называется? Я забыл он называть. Simple Deform. Синеми он все-таки получше отрабатывает, но, но, Blender все это нивелирует с количеством аддонов, которые у него есть и постоянно выкатываются. И вот. Да, кстати, вот про Simple Deform, я помню, я однажды устроил себе челлендж, я взял большой курс по созданию робота от Chumper Zone для 3D Max. Вот. Кстати, это похоже, что очень известный курс, потому что я играл в Doom Eternal, и там валялись всякие разрушенные роботы и так далее. И там прям видны были элементы из этого курса, то есть ребята, которые работали над Doom, например, тоже, видимо, его проходили, потому что прям некоторые вещи очень узнаваемы. Ну вот, и все его рекомендовали, но он, проблема в том, что была, что он был для 3D Max с его особенностями, с его инструментами, с его пайплайном. Вот. И я решил сделать все челлендж, пройти его в Блендере. И у меня получилось, как бы, все инструменты нашлись, и получился нормальный такой робот. И там как раз вот я почувствовал в том, что вот Deform немножко не так работает, как хотелось бы, потому что в Max там есть модификатор, который за это отвечает, и он классный. Я увидел, что да, вот это вот здорово сделано, видно, что люди на протяжении многих лет это продумывали. А в Блендере Simple Deform я даже писал разработчикам и ругался, когда я пытался что-то сделать с Simple Deform, и у меня получалось, что это совершенно непредсказуемое. И я говорил, что так не должно быть. анимировать да-да-да. Это прямо идет снежным комом. И я написал баг-репорт, ну, сейчас договорю, вот написал баг-репорт и говорю, что так, ребят, тут явно что-то не так работает, вот почему так. И мне ребята объяснили, что да, есть такое, но он работает абсолютно правильно, надо его просто понять философию, что нужно смотреть, как повернут объект, как его оригин повернут, потом надо, можно создать empty, которые дополнительные там, ну, оси-оси, да, дополнительные оси деформации дает и так далее. То есть просто надо его изучить как следует. И даже после этого он немножко как бы ведет себя непредсказуемо, но, в принципе, ну, можно разобраться в нем, можно его понять. Ты сказал то, что когда я играл в Doom Eternal, смотрел на роботов, это, кстати, обратная сторона медали, то, что когда ты занимаешься компьютерной графикой, ты перестаешь смотреть адекватно, как нормальный человек, фильмы и играть в игры. Ты бегаешь, бегаешь в игре по локе, начинаешь смотреть на текстуры, так, а здесь, ага, тут полку подставили, подпекли, ну да, ну да, ну да, так, ну тут декальку накинули, и весь шарм игры, игры, конечно, пропадает. Да, классно. Я помню, когда, у меня такое было впервые, когда я в GTA 5 играл, я реально ходил по миру и просто смотрел, как что сделано. Рассматривал вблизи предметы, смотрел на фаски и считал, где, ну, сколько полигонов, на что отведено. Вот, но вообще-то это прикольно, это тоже такое обучение своеобразное. Ну, ты просто начинаешь на мир смотреть по-другому немножко, вот, не так, как раньше. Так, а как они траву сделали? Ага, тут текстура, ага, вот здесь трава выключаться начинает на таком расстоянии. Да, понятно. Кстати, вот, обидно, что некоторые вещи трудно воспроизвести в блендере, которые есть в играх, потому что в играх все-таки, если это хорошая игра, то там очень хорошая оптимизация. И, например, когда я играл в Red Dead Redemption, еще одну рокстаровскую игру, там очень классно был сделан туман в некоторых локациях, и я прям влюбился. Там вот свет через туман, там свет от каких-то ламп, фонарей или от луны, солнца. Выглядел просто шикарно. И я даже сделал скриншот этого всего, даже несколько. Пошел на Reddit в комьюнити, по блендеру и стал спрашивать, вот как это сделано, почему это рендерится в реальном времени, там как минимум 60 кадров в секунду, ничего не тормозит, и так отлично это все выглядит. Ну и мне сказали, а в блендере, да, если ты начнешь работать с объемами, начнешь делать туман, то у тебя начнет все очень быстро тормозить, и ну, так классно не получится. Но они говорят, что там в игровых движках, конечно, существует огромное количество уловок, всяких, оптимизаций, чтобы это все работало. И в блендере не всегда это получается повторить. Ну, да, во-первых, потому что я как мошен-дизайнер вообще не стремлюсь обычно к оптимизации, да, то есть я не запекаю текстуры у себя, я обычно накидываю процедурный материал, и мне этого хватает. я использую хайпольки. У меня моделька будет 5 миллионов, я закину потом это все в Unreal, он это все спокойно съест, и все. Да, в геймдеве, конечно, это своя отдельная история, но, вот раз я уже сказал про Unreal, когда я говорил, что увидел, как зайца и волка поменяли местами, для меня был такой шок информационный, который поменял мою жизнь. второй раз, когда я с таким же столкнулся, это было, когда я открыл Unreal, закинул туда какую-то сцену, там накинул светильничек, неончика, отражачей, и оно все начало крутиться в реалтайме, а как бы я до этого сидел в блендере, стоял на рендер и ждал по 2 минуты, пока кадр отсчитается. А здесь почти то же самое и в реальном времени, тоже волшебство, магия. Да, меня тоже это всегда завораживает, что это отдельный этап работы, которыми некоторые пренебрегают на самом деле, а он прикольный, потому что он позволяет презентовать работу свою по-другому. Например, есть крутые моделлеры, которые очень классно моделируют или скульптят и так далее. и потом просто скриншотят в юпорт и выкладывают скриншоты там из забраша или из блендера просто себе в портфолио. Но на самом деле можно было бы немножко поработать над цветом, над эффектами и все это намного лучше бы сразу выглядело. Да, я считаю, что работу стоит показывать только когда она закончена. Потратил 5 дней, оцените работу, да? Да, вот именно. Ну, как бы ты пробежал марафон и последние 100 метров осталось и ты такой, ну все, до свидания. Последние 100 метров не буду добегать. Да. Расскажи немножко про то, что ты сейчас делаешь, шуте, есть какая-то идея. Сейчас просто что-то хотел поэкспериментировать с дисплейсами и с процедурными текстурками. Хочу что-то собрать. Да. Просто красивенькую композицию кадра сейчас выставим вертикалочку, сделаем и потом это в сторис он с той себе закинул. Делик. Собери планетку. Планетку? Не, не ару, мне эту планетку я собирать, наверное, уже не буду. Вот. Камера to view. Ставим мой любимый объектив, это соточка, чтобы была. Так, в принципе, я, наверное, хочу, чтобы у меня была диагональная композиция, диагональная композиция какая-то. Вот. Что я еще хочу? Я хочу, наверное, чтобы у меня был довчик такой мягенький. Возможно, не чисто диагональ, а вот так, чтобы что-то уходило. Вот. И тут вот бугорочки такие. Значит, начинаем накручивать карточку дисплейс как-нибудь по-другому. я, на самом деле, вот еще раз повторюсь, завидую современным детям, то, что у них открылись такие возможности, и они буквально живут, у меня не покидает ощущение то, что я живу в мире будущего, нейросети, которые тебя что-то генерируют, реал-тайм-движки, компьютеры в открытом доступе. Ну, то есть, когда я был маленький, компьютер, это было что-то такое. Скажи мне, когда мне было 10 лет, что я смогу целый день сидеть и работать за компьютером, как я сейчас. Ну, да. Да, это точно. Ну, вот, кстати говоря, ты там сказал буквально два слова про настройки камеры. Вот. Ну, что не так много людей понимают, например, разницу между фокусным и расстоянием 50 или 100. Вот, как ты сейчас поменял в камере. Вот. Наши дети, которые в школе учатся, понимают, потому что они проходили это на направлении фото-видео, где они учатся работать с реальными камерами. И это потом в 3D замечательно переносится. Поэтому, ну, здорово тоже знать всякие на первый взгляд не связанные с Киллой. Они потом помогают. Да, на самом деле, на самом деле это правда большая редкость, потому что в принципе компьютерная графика, она же слабая. Вот, ну, границы между... В общем, как, есть вершина развития CG-генералиста, это ArtDeer, там, супервайзер какой-нибудь, который приезжает на съемочные площадки и рассказывает, как людям снимать хромокей, там, какие-нибудь видосы под трекинг. и помимо того, что он должен разбираться в... То есть, такая комплексная специальность, помимо того, что он должен разбираться во всех рендер-движках, впрочем, он еще должен понимать, как происходит процесс съемки. То есть, он должен подойти и сказать оператору, там, диафрагму мы открываем не больше десятки, ISO мы ставим 100-200, там, выдержку, 1-200, чтобы что? Чтобы не было мушн, блюра у него, когда он будет кеять или его ребята, чтобы не было шума, чтобы не было вот этого расфокуса, потому что это на кейинге все потом полезет и это опять же будет проще потом добавить на пост-продакшене и сейчас потратить пару минут. В общем, да, это все, даже если кажется, что это не связанное, это все прям, это смежные дисциплины и лучше бы это знать. Да, конечно. Это очень круто, если дети это знают. Да, я надеюсь, что знают. Надеюсь, что они за лето это не забудут и когда придут к нам на второй год, изучать 3D, все это будут помнить. Но наше дело им напоминает тоже. Ну и, кстати говоря, я это узнал в 20 лет где-то, а то, что кто-то это знает в 8 лет, это в 10, 12, 14. Да, ну я это узнал, я, может быть, это вообще тоже поздно бы узнал, если бы я не интересовался фотографией, то есть я заинтересовался фотографией сначала еще до 3D, вот, научился пользоваться камерой, настраивать и вот я узнал про все это, про диафрагму, выдержку и фокусное расстояние и так далее, как они между собой взаимодействуют. И это очень помогло, правда. И ты, кстати, сказал вот про композицию, ты отметил себе этим аннотейшном на экране синей линии, как ты хочешь, чтобы это все выглядело, тоже важно. знание композиции, это базовый артовый скилл такой для 3D в том числе. Ну, в принципе, лучше. Ой, ты пропал. Повтори, пожалуйста, немножко пропадаешь. Да, интернет. Так, Саша, что-то у нас пропал немножечко. Так, я надеюсь, он к нам вернется. Я на стриме. О, Александр. Так, ты вернулся? Ну, я частично вернулся, я накинул несколько дивиженов, и у меня блендер ушел. Вот в чем дело. Понятно. Ну, ладно, такое бывает. Так, я пока к вам позахожу на ваши экраны. Да, я пытаюсь котика зарядить, но я скорее щупаю Rigify с готовым этим пресетом котика. Вот. Прикольно. Я не знал, что есть прям лицевой риг котика в Rigify. Выглядит очень устрашающе на самом деле. Ну, да, здесь костей много, и достаточно хорош. Я думаю. Как и человеческий, ведь там тоже много костей. Все соединяет. Проблема только эти все кости расположить так, чтобы они соответствовали модели нормально. Да, да. ну вот я буду тестировать сейчас. Так, я, видимо, вернулся, да. Так. Какие-то уши странные. Здоровый. Слушай, мне кажется, в данном случае одна ошибка, и ты ошибся. По-моему, у тебя сместились это сместилось вверх ушей. Сейчас, одну секунду, я отойду на минуточку. Блин, ну, в любом случае я попытка посмотрю, потом все будет. Это эти игрушки? Не, это я заскульптил такую модель. Ой, Ром, а мы попробуем, они геометрии ноды с шерстью. Во, кстати, а ты пробовал их, в принципе, геометрию ноды с шерстью? С шерстью я не пробовал, я пробовал недавно анимирую геометрии ноды на билде 361 для для партиков. Ну, и как? Ну, в принципе, в принципе, в принципе. Ну, не знаю, что блендер очень сильно тормозил на 36.0 альфа, я специально качал эту версию с обновленными симуляйшн нодами, вот, и возможно, energyflow или energyflow 1. Я сам могу удалить. Так, проект не найден. Почему? А, потому что я все удалил и позаливал на Яндекс.Диск. Да? Да. Заходим на Яндекс.Диск. Мы, кстати, много раз говорили про шерсть через геометрические ноды. Надо уже все-таки взяться и понять, как это делается. Новые технологии, так скажем. Вот, относительно новые. Потому что мы делали, пытались делать с учениками шерсти через партиклы, ну, тоже интересно получается, но с геометрическими нодами говорят, там вообще прям супер. Так. Ну, попробуй их объяснить потом. Ну, да. Ну, мне кажется, вот геометрии ноды, в принципе, для подростка будут достаточно сложными, потому что там очень часто уже идет, ну, это такая комплексная вещь, при объяснении которой нужно сначала объяснить векторную математику, там, ангем, линал, и потом вот эти все квотернеоны, умножения, умножения, вот, и потом уже, потом уже геометрические ноды, потому что я пару туторов посмотрел, в принципе, вот, когда мне рассказали, я понял, что там такое, но повторить бы, ну, не знаю, ну, то есть, это действительно на слог, да, в принципе, вся компьютерная графика строится на хорошем понимании математики, опять же, да, но я думаю, что отсутствие понимания математики, в принципе, никого не должно останавливать, потому что, ну, можно подтянуть какие-то вещи, которые ты не совсем понимаешь, ну, да, там, понимание векторов хотя бы нужно, но не очень углубленное, то есть, даже если ты работаешь с нодами, то... Ну, да, да, не, ну, понятное дело, то, что я не говорю, то, что нужно знать идеально выше smart, чтобы шерсть сделать, в принципе, это как бы желательно для хорошего понимания вообще то, с чем работаешь. Я вот относительно недавно понял, что за слои, как работает Multiply и Ed в любом софте для Комфоза. Для меня это было открытием, ну, то, что пиксели умножаются, когда друг на другом стоят. Да, вот именно, что это тоже просто математика, потому что в значении пикселей цвета и умножаешь. И, кстати, да, сразу все стало понятнее, но, опять же, для этого нужно немножко знать теорию, понимать, как цвет, например, записывается в компьютерной графике. Компьютерная графика, конечно, уникальная вещь в этом плане. Ну, с другой стороны, может, уже не уникальная, уже очень многие виды искусства, так скажем, и креативных индустрий имеют такую характеристику, что нужно быть и креативным человеком, то есть, понимать художественную часть, и немножко технарем, техническую часть тоже хорошо понимать. Ну, то есть, это даже из фотографий, например, то же самое, то есть, ты плохо, то есть, недостаточно просто видеть композицию, находить хорошие кадры и снимать. Надо еще понимать тоже настройки фотоаппарата, как свет работает, просто физические параметры света, как он ведет себя, как отражается от разных поверхностей, ну, и вплоть до там, настройки, например, осветительных приборов тоже, как их температура регулируется в кельвинах, и как это влияет на картинку, такие вещи. Помнишь, раньше еще был, как он назвался, люмия, такая маленькая штучка, вот, которая измеряла яркость освещения сейчас, стрелочка была, и фотоэлемент сверху стоял, еще скажи, на пленочных старых фотоаппаратах. у меня где-то валялся такой, от папы, у меня сейчас где-то лежит, да, я просто думал, как он называется, да, то есть, сейчас, с одной стороны, фотография стала гораздо легче, потому что нажал кнопочку, и, в принципе, вот у тебя все есть, вот, но, с другой стороны, да, появилось больше параметров, которые нужно контролировать, в принципе. Да, и помню, у меня в детстве папа, когда снимал с помощью вот этого измерительного прибора, мне хочется сказать, каподастер, но я понимаю, что каподастер это от гитары, но у него какое-то похожее название, уже забывается. Я помню, как мне интересно было всегда за этим наблюдать, как вот эта штука интересно выглядела со шкалами вот этими, которые надо поворачивать было вручную, там, чтобы находить правильное значение выдержки, диафрагмы. Как золотой компасы. Да, 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 похоже на какой-то загадочный компас, ну сейчас, конечно, уже немножко проще в современных фотоаппаратах экспонометр это назвалось. экспонометр, точно, с встроенным экспонометром, который автоматически замеряет экспозицию для тебя и выстраивает настройки. Но все равно важно понимать, как бы, что происходит и что на что влияет. Ну и в 3D также, конечно, в не меньшей степени. Опять же, вот я хотел делать красивые вещи в Гудине, но я понял, что мне базы не хватает и я не понимаю, что такое. UV-карты, например, развертка, как работает там. И вот это меня остановило. Технические вещи. Я пошел вот учиться в Блендер, чтобы освоить какую-то базу. Ну, с другой стороны, моя девушка, которая тоже художник, она, например, никогда не стремилась в технические вещи вникнуть и у нее отлично получается. она на арте вывозит все замечательно. То есть, она, например, умеет хорошо скульптить, но она никогда не понимала сетку досконально. То есть, как, например, оптимизировать там геометрию, ну и особо это не нужно. Она заскульптила, сделала автоматический ремеш и все отлично работает. Ну, с другой стороны, какие-то вещи могут ее остановить. Там иногда я ей помогаю с чем-то. Так что надо гармонично развиваться во всех направлениях. А я чувствую, вот как раз, что мне не хватает немножко практики в креативном как раз направлении, чтобы посидеть, просто поскульптить, например, или порисовать. Потому что это тоже помогает. я тебя прекрасно понимаю, потому что ты как бы сам технарь и смежные чувства. А это переносит. Блин, это прикольный, Рик. Да, классно, кстати, вот я тоже наблюдаю сейчас. Вот как мушный, да, такой. Интересно, кстати, вот ты его сейчас модифицировал, в позмоде вытянул кота, и он поменялся совершенно по сравнению с тем, чем он был изначальным. Да, вот он такое, такое. Ром, посиди лапки еще вместе. Такие передние? Все, в одну точку. И ближе к пузику. Передние вперед, а задние назад. Знаешь, что он таким треугольником стоял, как зерошенный кот? Кажется, может быть, будет. Нет, передние назад, задние вперед. Знаешь, как... А, понял. Да. Вот так, И можно будет рендерочек сделать, и такой испуганный кот на крыше на фоне луны. Что-нибудь такое. Да, класс. Я никогда не думал, кстати, про позинг в блендере как инструмент создания меши, в принципе, а вот тут он может сработать. То есть, вот Рома, например, не только поменял позу коту, он, в принципе, поменял его пропорции. И я думаю, что это можно было бы сохранить вообще как отдельную модель, честно говоря. Ну или, допустим, в Pose Mode там же можно применить текущую позу как стандартную, как изначальную. И тогда этот код навсегда таким останется. Котяра классная вообще-то. Ром, чекайте, не будьте на секунду. Достиг. Ага. О, так можно этот добавить. Кто он? Скажи мне. Displace, да? Ну, будешь попробовать Displace добавить, конечно? Сейчас добавим. Да, пока что, пока что так. Где он текстурный? вот он. Как испуганный будет по-английски? Frightened или Scared, да. Scared, да-да-да-да. У меня рефлекс прям. Потому что я достаточно поздно, на самом деле, профессию поменял. Мне кажется, в наше время это нормально. Уже многие люди где-то там в поздних двадцатых, так скажем, когда им там лет двадцать-тридцать начинают думать о том, что будем менять профессию. Вот. И я был переводчиком раньше. И мне, например, это тоже очень помогло, потому что очень много материалов на английском языке по 3D и, в принципе, по любой теме. И поэтому я всем, всегда ученикам советую изучать английский, потому что это очень помогает прям по любой теме. Обязательно ставить английский интерфейс. Ну да. Ну это практически мем, английский интерфейс. Я видел тоже в разных сообществах в Телеграме и ВКонтакте по Блендеру, что когда человек постит вопрос, например, со скриншотом и у него русский интерфейс, то все забывают про его вопрос, начинают обсуждать только почему у него русский интерфейс. Так нельзя делать однозначно. Я имею в виду не обсуждать, а вообще использовать что-то с кириллическим интерфейсом. Потому что потом будет плохо. Больно страшно. Переучиваться, пересаживаться, отдавать проекты коллегам, у которых наверняка английский интерфейс, если ты работаешь в клубной студии и там какой-то определенный pipeline. Да, приходит, когда несколько человек работают над одним файлом, бывает, что приходит тебе файл и ты видишь, что там стандартные именно объектов по-русски, например, там куб, камера и русскими буквами написаны. И начинаешь сразу что-то подозревать недоброе. Ну да, это такой флажочек как раз. Что такое бывало? А? Было такое? Да бывало, конечно, да, когда работаешь с кем-то, то приходят иногда файлы, в которых по-русски объекты названы. Ну, кстати говоря, сейчас вот с приходом Unicode везде и так далее, то в принципе нет никакой проблемы называть, например, объекты в блендере по-русски, но все равно хочется для порядка, для какого-то подсознательного, по-английски все это называть, потому что кто знает. Ну и опять же, постепенно улучшаются какие-то pipeline между программами, взаимодействия между разными программами. То есть ты экспортишь файл там из блендера, например, в движок в Unreal или в Unity, и там тоже бывают названия объектов, названия материалов, тоже они переносятся, и неизвестно, как другая программа, например, с ними себя поведет. Ну вот я вообще после майки меня прям триггерит, когда что-то по-русски написано, потому что там оно в принципе не работает, даже если тебя русская раскладка включена. Да? То есть там вот прямо ограничение, что все объекты должны быть... Да, даже если, ну я говорю, переведен на русский, то он вообще не реагирует, за что ты нажимаешь. Кстати, блендер также себя на майке ведет. Да? Да. Я думал, там как раз с Винни-Кодом все в порядке, что там хоть по-китайски пиши, и все будет нормально. Нет, он Hotkey воспринимает просто как нажатие клавиш. Ну, возможно, кстати, это не последний просто iOS был. Это, возможно, на более старых версиях. Вот. Хотя, хотя это не точно. Да, кстати, я помню, что Photoshop раньше тоже этим грешил, что если у тебя русская раскладка, то он не воспринимал горячие клавиши. Там, кстати, даже проблема, если ты майку устанавливаешь на диск, который назван по-русски, то она не работает, ну, плохо работает. Всякие ошибки выдает все такое. Понятно. Так, время проверить, что у нас со стримом. Ну, у нас, смотрим, не так много человек, но мы сделаем запись. Вот, я надеюсь, что потом кому интересно тоже посмотрят. Ну, в принципе, 80 человек заходил. Изначально мы собирались просто, на самом деле, даже не стримить, а просто созвониться, пообщаться в таком неформальной обстановке. Вот, а потом решили постримить, вдруг действительно зайдут ученики или кто-то еще захотят посмотреть, может чему-то научиться что-то узнать про, в принципе, про работу в 3D или про какие-то технические вещи. Посмотрим, может быть, мы сделаем серию таких стримов. Мне пока нравится, как у нас все проходит. Вот, по-моему, приятно просто посидеть, пообщаться на любую, любимую, интересную тему. Плюсик, плюсик. Спасибо тебе еще раз, что пришел, Саша, ты прям тащишь, конечно. Классно, очень интересно тебя послушать, и это про твой опыт и про все. И котик тоже классный получается. Мне лишь бы не работать поговорить, да. Ну ладно, это тоже работа. Люди делятся на два типа, которые разговаривают и те, которые делают красивых котиков. интересны, вот я задумался, можно ли сделать дисплейс так, чтобы он, вот сейчас он вверх идет ровно, да? или он может быть... По нормалке ты имеешь в виду? Да, или он может идти по нормалке. А можно ли сделать так, чтобы он как бы немного вверх, немного по нормалке, то есть смешать немножко вот эти векторы? То есть не совсем вверх. Мне кажется, все... То есть я всегда, когда задаю такой вопрос сам себе, мне всегда кажется, что такое можно было бы сделать в геометрических нодах. Ну да, просто направить по результирующему вектору. Ну типа с математической точки зрения это не то чтобы сложно. Да, то есть взять, допустим, векторы нормалик, сложить как бы с вектором вверх или как-то математически тоже к этому подойти? Математический слой по идее нужно сложить, но сейчас, если я не путаю, умножить. У нас есть один вектор и второй вектор. При сумме векторов мы один вектор подставляем в конец другого и вектор между началом первого вектора и концу второго это будет сумма векторов. По идее, сложить, значит. Ну да. Вот. Как раз между. Вот, дети, если смотрите, хорошо учитесь в школе и учите математику и геометрию, чтобы знать, как складывать векторы. Потом пригодится. Да, и матрицы потом еще обязательно пригодятся. О, а расскажи про матрицы. Где матрицы, кстати, пригождаются? в Будине я видел пару раз. Ну, в принципе, не знаю, лично я, лично я нигде не использовал. Вот, потому что... Ну, где-то точно пригодятся. Где-то наверняка есть, обязательно учитель. Да. Ну, вот. Ну, вот только, по-моему, матрицы в школе не проходят. Это уже что-то из института. У вас нет, возможно, в 11, ну, возможно, выпускных классах где-то они были. Возможно, не у меня были выпускных классы. Ну, в универе они точно были, да. Даже у меня в универе они были, хотя у меня был лингвистический гуманитарный универ. И все, конечно, к математике... У нас была символическая такая математика. Буквально там семестр, по-моему, она длилась. И все очень подозрительно к ней относились. Но для порядка она нужна была, конечно, для общего развития. Просто интересно, как быстро ее все забыли. У нас точно так же к гуманитарным предметам относились, к социологии, философии и прочее, прочее, прочее. к социологии и философии даже у нас так же относились. Поэтому... Но при всем при том, я считаю, что техническое образование мне сейчас очень сильно помогает в компьютерной графике. Я прям ему благодарен. Хоть я не пошел работать по профессии, но без него было бы намного хуже. Расскажи немножко тогда про свою профессию. Кто ты по образованию? Я инженер ракетно-космической композитной конструкции. О, ничего себе. Не умная. Мы с тобой коллеги практически, потому что я тоже уже сколько лет проработал в Роскосмосе. Я там не проработал, да? Да. А я проработал, хотя у меня специально совершенно другая. И как там? Ну, неплохо, интересно. Но не так интересно, как со стороны. Ты, получается, прям, у тебя, видимо, какая-то специализация именно технические всякие, вот эти Space Vehicles, да, вот эти всякие штуки. Ну да, ну вот у меня не было технической специализации изначально по переводу. Я работал там переводчиком, но потом по ходу специализировался вот в технический перевод. И опять же, даже это немножко пригодилось, как бы знание технических терминов или какие-то понимания техники, в принципе, всё, всё, чему ты не учишься на протяжении жизни, оно потом как-то пригождается, улучшает твоё понимание чего-то. Например, вот в Роскосмосе наше подразделение занималось спутниками, и спутники, например, существуют для съёмки, это называется дистанционное зондирование Земли из космоса, то есть они занимаются съёмкой поверхности Земли со спутника и созданием карт, созданием каких-то 3D-моделей, в том числе, земной поверхности, и на основе этого производится анализ, и вот это вот всё, в принципе, тоже помогает. То есть там те же самые принципы, то есть фотографии, например, то есть если это оптическая съёмка, или создание 3D-моделей по фотографиям, фотограмметрии, так называемая, или там лазерное сканирование. Например, я тоже, ну, мне стало интересно, 3D-сканирование и фотограмметрия, это создание 3D-объектов с помощью фотографий. то есть из-за того, что я читал какие-то научные статьи на работе об этом, то мне сразу автоматически стало это более понятно. Поэтому ничем не пренебрегайте, не пренебрегайте, любой опыт в жизни потом полезен. определённо так. Вот, кстати, Рома недавно скидывал как раз, в принципе, помню, это видос из колды, да, Ром? Вау, еще раз. Видос про модельки из колды, по-моему, было, да? А, да, с сканом использовали вместо моделирования. Сканировали. Да, то есть, что там, там вот, там чуваки вместо того, чтобы моделить все вот эти армейские подсумки, маску ГОСТа, они что делают? Они покупают эти подсумки вручную, потом вручную их обрабатывают, то есть там напильничком проходят, состаривают, подкрашивают и потом их сканируют, чтобы... Ну, в принципе, это сейчас тенденция развития такая, то, что вот мегасканы всякие становятся более популярны. Почему? Потому что компьютеры становятся все более производительными, движки все более прожорливыми. Ну, в смысле, прожорливыми не в плане железа, да, что они больше требуют, хотя это тоже, а в том, что они переваривают там больше полигонаж, больше разрешения текстур. И на выходе получается то, что нам уже не нужны стилизованные текстуры, но только стилизованные игры, а там, где мы стремимся к фотореализму, мы просто можем взять и отсканировать объект и запихнуть его в нашу игру. Ну, конечно, как-то оптимизировал, потому что все еще там сетка желает лучше. фотореализм. Да. Кстати, есть классные техники тоже, когда я интересовался этим, узнал, что можно создавать и просто проблемы фотоскана в чем? Что ты получаешь текстуру только цветом с поверхности объекта. И, например, поэтому плохо сканируются отражающие объекты, то есть их обычно каким-то спреем обрабатывают, чтобы они были более матовые. Тогда их проще отсканировать. Иначе света от них слишком сильно отражается и получается дырки потом на скане в тех местах, где программа не может понять, что происходит из-за отражений. А есть техники, которые позволяют даже получить карту рафтнес, то есть карту неровности и отражаемости с помощью сканирования и отдельно карту цвета без отражения. То есть это делается с помощью поляризационных фильтров на камере. Прикольно. Да, и на вспышку, например, это фотография производится со вспышкой. На вспышку вешается вертикальный фильтр, а на камеру горизонтально. Волна поляризуется, да, это как бы принципа работы очков полароя. Да-да-да. Да-да-да. Вот, и поэтому там при определенном, то есть на этом кадре, если там параллельная поляризация, скажем, прилетает только цвет, а если повернуть фильтр на 90 градусов, то прилетает только отражение. И на основе этого можно составить карту не только цвета, но и отражаемости. То есть рафтнес, и сразу у тебя приближается модель к готовой намного ближе. А нормалки в принципе не нужны, потому что там и так высокая плотность сканирования, то у тебя и так все неровности будут. Да, если высокое качество сканирования, то там прям детализация очень хорошая. И потом можно эту же модель заретопить и запечатать на нее со скана прям нормалки. И это тоже в принципе может хорошо получиться. Ну по опыту скажу, вот у меня было пару проектов, где я сканировал модель таким образом. Во-первых, нужно оборудование все-таки. У меня есть достаточно простая зеркалка, вот у меня она сейчас вебкой служит. И на нее было тяжеловато снимать, потому что нельзя, чтобы было размытие, глубина резкости не должна мешать. Нужно, чтобы весь объект был в фокусе, четкий максимально, нужно, чтобы было хорошее освещение, то есть очень много требований. Опять же, лучше со вспышкой, лучше с поляризационным фильтром, очень много технических тоже таких вещей. Ну и потом все-таки модель выходит, ну по крайней мере для наших нужд, она сыроватая выходит, то есть она выглядит классно на первый взгляд. Ты смотришь и думаешь, вау, практически фотка. Но как только ты начинаешь ее вблизировать, осматривать, ты видишь, что поверхность конечно совсем не ровная. Нужно дорабатывать. Это как нейронкины. Вроде бы выглядит хорошо, а начинаешь глядываться и что-то не так. Да, и поэтому приходится вручную посидеть, дорабатывать. Но с другой стороны, если бы ты это моделил с нуля, вот например там у нас были ботинки, достаточно сложная форма, и сидеть моделить ботинки с нуля это долго и дорого. И поэтому возможно для каких-то вещей отсканить это более оптимальные решения. И то же самое с нейронками. Кстати, сейчас я честно скажу, я обожаю нейронки, мне очень интересно с ними сидеть, копаться, разбираться. Я думаю, как раз сделать один из наших стримов, если мы будем продолжать про нейронки и показать то же, что я умею и как я использую в 3D-нейронки. И там та же самая проблема тоже, что готовые результаты они пока не выдают. То есть они выдают тебе картинку, над которой надо еще посидеть, поработать. И тогда уже можно достичь какого-то хорошего результата. Либо в фотошопе... Кнопки сделать хорошо еще, к сожалению, не сделали. Да, но мы все ближе к ней приближаемся. Все-таки уже она опасна близко к нам. Ну, кстати, про кнопки сделать хорошо. Есть аддон, например, который делает ритоп квадри ремешер, который для блендера. Ты им пользуешься? Но он не всегда помогает. Что-то помню. Кром, по-моему, для персонажа, да, мы хотели использовать квадри мажор, но в итоге он для куртки, да, для геймдев. А, да, мы для куртки, наверное, телево использовать, но... Нет, мы хотели с тобой его еще использовать на персонажа, на кучеряшке. Вот, как она называлась. У меня на волосах там хорошо, на девочке на волосах, по-моему, нормально было. Да, на волосах он хорошо отработал, а на теле все равно для модельки, для персонажей нужна же правильная топология. Да, да, он лицо и по идее это все-таки лучше делать липпайки, да, там, где можно задавать. Ну, мы, короче, это сделали просто заврапив другую модельку уже, заготовленную болванку с правильной топологией, и это был рабочий вариант. Но для простых каких-то моделей квадримешер прям, да, хорошо работает. Он у меня даже стоит сейчас, да. да, как раз, когда стали появляться нейронки активно, то люди начали мечтать очень сильно, наконец-то мы больше не будем ремешить, наконец-то мы больше не будем ригать, всего будут роботы за нас делать. Но на практике получилось почему-то совсем по-другому, и как раз то, что люди думали, что роботы еще долго не смогут сделать, то есть создавать изображение, например, роботы замечательно с этим справляются. А вот с более техническими задачами, например, риг или ремеш, то пока не справляются. Но в основном я думаю, что это проблема в том, что трудно натренировать робота это делать, трудно показать, как должно быть, как должно быть хорошо. Ну и инструменты, возможно, более сложные, то есть больше переменных намного, которым надо роботу объяснять. То есть картинка это просто набор пикселей, у каждого есть свой цвет и на этом вся информация заканчивается, собственно. И с этой информацией нейро сети легко работать. А вот 3D-модель это уже там гораздо больше параметров. Я с тобой забрался. Да. Так, сейчас на тебе ничего посмотрим. Здесь нужно было групп выбрать вертекс. и, да. Прикольно. Да, то, что вот это вот штука с определенного расстояния. Да, пустышка. Блин, какой классный. Рома гений. Я забыл, что так можно делать вообще по... Мы, короче, на прошлом на прошлом проекте на защите там мультик, где типа грибочки такие, котики идут. Там была анимация трубочки и вот вот так вот по трубочке стала пустышка и только вместо дисплей такого шума там был пузырек такой. Просто она типа вот так по трубочке пила. То есть мы анимировали пустышку и она с трубочки пила. Крюво, понятно. Я изначально подумал, что может быть просто веса нарисовать там, где должен быть дисплейсмент, а где нет. Но такое решение намного лучше. Ну, смотря какой... по сути так и есть, только здесь этот модификатор вертикс вот этот про ксимитиве как он называется. Он следует за пустышкой, то есть рисует вес, вот он. Кстати говоря, вот если ты будешь этого котика анимировать, то получится интересный эффект с этим модификатором, я так думаю. То есть вот попробуй подвинуть ему, как будто он у котика шевелится все. А, если анимировать пустышку, да. так же думаю, всякие эффекты разные делаются по огонь. Мне кажется, в 12 фпс. Давай попробуем. Да, мне тоже напомнило какой-то старый мультик. Про котенка Гава, скорее всего. Гав, да. на котенке Гаве такого эффекта не было, но... Там из-за того, что это покадровая анимация. Да, вот о чем я говорил, смотри, Ром, видишь, даже empty не надо анимировать, просто из-за того, что сетка немножко меняется, когда ты анимируешь просто ну, риг, да, то меняется меня еще Тима Бертона напоминает. Дисплейсмент тоже. Да, есть что за Тима Бертона явно. Блин, но личико, конечно, я тут как бы другой вариант готовил сделано на меня. Не помню. В общем, нет, наверное, не тот. Хотел посимпатичнее личико сделать, мордашку. Можно, кстати, еще сделать желтенькие глазки вместо Бериньки. Да. Я тут накрутил немножко. Можно вообще как-нибудь сделать вот так. Классно, зрачки делаются нодами на самом деле. Ноды многих пугают в блендере, конечно, в первый раз, когда они видят это, но это такой классный инструмент. Единственный минус, который меня удерживает от того, чтобы более часто ноды использовать, это, наверное, то, что тяжело экспортировать потом, то, что ты сделал в нодах в другие программы. Блендер очень тяжело запекает неприятно, конечно. Но эффекты можно классно делать. И хочется тоже потратить время изучать геометрические ноды получше. Есть такой флешмоб, можно сказать, который проводят раз в год, ноут вембер называется, который раньше заключался в том, что люди делали с помощью материалов нода, то есть с помощью нодов материала, очень прикольные модели и текстуры, которые, на первый взгляд, выглядят как совершенно что-то нереальное. А теперь, когда появились еще геометрические ноды, то это вышло прямо на новый уровень, когда просто вручную ничего не моделится, а все делается с помощью нод. Это отдельное искусство, конечно. То есть буквально там, например, пицца из ничего с текстурами, с материалами, со всем, и все сделано нодами полностью процедурно сгенерировано. И все это куб, да, на самом деле, вот тот, который на стартовом экране и неудаленный. Да, именно так. И там еще ты крутишь выведенные параметры, и там можно, например, поменять размер пиццы, насколько кусочков она порезана и так далее. Вот параметризация на самом деле это всегда очень хорошо. По крайней мере, для меня можно дизайне, потому что сделаешь, что потом приходит клиент, ему нужно что-то поменять. Вот, и чем гибче проект, чем ручками подкручиваемые, тем лучше. Да, это точно. Поэтому здорово всегда выводить какие-то основные параметры, которые ты потом меняешь. И это даже производит какой-то вау-эффект, если это показать, например, клиенту напрямую. И буквально он в реальном виде может посмотреть, как меняется цвет или параметры какие-то объекты. Вот, поэтому это здорово. это часть в принципе неразрушающего подхода, то есть non-destructive editing. Когда ты не просто сделал модель вручную, там, в edit mode или в sculpt те, я, все, она готова. И потом клиент говорит, вот, знаете, на самом деле у кошки должно быть не 4, а 6 ног. И ты такой, окей, обратно в sculpt mode и переделаем всю модель кошки. И это занимает у тебя столько же времени, сколько ты изначально делал эту кошку. А если бы ты сделал кошку с помощью нод, я, конечно, утрирую, и это явно кто-то может, но не каждый смертный, так скажем. И у тебя есть параметр количества ножек у кошки. Ты подкрутил 6, и вот у кошки уже 6 ног. И замечательно. Ну, это для кошки звучит фантастически, но, например, для стола, для мебели это вполне реалистично. Ты делаешь модель, например, для визуализации модели шкафа, и ты можешь вывести количество полок, высоту, ширину шкафа, и на ходу это все менять, и это очень удобно и быстро, и не надо перемоделивать шкаф, он у тебя уже готовый, и подходит под любую сцену, потому что ты далеко можешь поменять его параметры. Ну, так и про здание, и про все остальное, что можно это даже сразу добавить. Да, здорово, что это в блендер тоже приходит. Раньше такое было в Гудине, либо в Движках, где возможно было сделать вот такие параметрические вещи. Но в блендере я тоже пару ассетов видел, пару сцен, где прямо сделано так, что выведены параметры, там ставишь сколько тебе нужно этажей в здании, и здание появляется с нужным количеством этажей, например. Интересно тоже это изучить. Я видел, да, вот эти тутеры для блендера. Как раз. Ну, опять же, это вот в игровой индустрии все очень очень востребовано. Да, конечно. Пространство не ручками, а задаваемыми законами. Какими-то что-то происходит. Да, на самом деле, вот если вы смотрели презентацию последнего андрила, там как раз они очень за это топят и сделали тоже инструменты для генерации ассетов как раз на ходу. то есть Прости, я тебя перебью, просто короткая ремарка, мне больше всего повеселило на презентацию последнего андрила, то что он не вылетел. Как бы презентация тоже должна быть реалистичной немножко. Да, да, да. Это очень смешно. Потому что у меня он тоже постоянно вылетает, хотя стоит над этим должное, вот то, что с пятерки до 5-2 постепенный путь с этими кучами точек и цифр с каждым разом вылетов все меньше и меньше и меньше. На пятерке вот на первой было просто нереально что-то делать. Ты делаешь действия, перезапускаешь программу, он у тебя делаешь действия, перезапускаешь программу. Да, ну, кстати говоря, вспомнил, что презентация Windows 95, на ней тоже, когда они пытались подключить Windows, там был синий экран смерти, а, принтера, принтера они пытались подключить, так что от этого никто не застрахован. Ну, они тоже посмеялись, ну, как бы же заодно, что поделать. Да, ну, анрил классный тоже, программа, конечно. А ты, ванриле, что делаешь? Мы собирали ванриле вот недавно для москвариума и инсталляцию, вот. Ну, обычно мы анрил используем для каких-то там, или больших разрешений, или, в общем, все то, что в синке или в блендере будет очень долго считаться. Не позволительно долго, вот я бы так сказал, в том, что мы ванриле недавно собирали. лично я вот только из последнего и большого вода была. Там, симуляция водички, выставка, маяк, волны разные, все дела. Я бы показал, наверное, но по-моему, по-моему, мы там подписывали НДА. Кстати, по поводу выставок, мы же с тобой делали этот с турским музей. А, нет, мы познакомились на ролике с медведем, да, и потом следующий наш совместный проект, это был музей. По-моему, это музей, как раз он в Подмосковье, это вот, когда я первый раз попробовал анрил, мы чистили макапные анимации с романом, вот, и на всю эту работу в принципе можно посмотреть. По-моему, как большой город Подмосковье, такой большой, ну, небольшой, но там музей стоит, там еще всякие выставки военные проходят, рады. Он в Туле и был, нет? Нет, 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 там именно, я тоже думал, что он будет именно там, но он был не там. Сейчас, музей барона Тулы город. А может быть, да. Ну, я все хочу приехать и посмотреть, что же там. Да, музей барона Тулы. Парк Патриот Тулы. А, да, это Тула. Рома прав или Тула. Ой, тут есть интересные какие-нибудь гиптосики? Не знаю, наверное, хвост так не делает сами эти котики, но мне почему-то захотел сделать хвост с процедурной анимацией. Кайф. Да, классно, да. А ты можешь на котика один сабдив накинуть сверху? То есть в самый верх? А он в самый верх? Да, понятно. А, ну, надо это, наверное, накинуть. В корректе что-нибудь такое. А сделал вот видеопорт на два сабдив. Просто интересно, как будет. Понятно, ну, слишком, наверное. Ну, в принципе, можно. Да. А я еще не нашел как-то из текстуре уменьшить noise. На текстуре? Да, вот здесь. Почему-то делаем. уйти текстура какая-то. Подожди, где вот дисплейс стоит. Дисплейс. Ну вот, надо выбрать крестин. А, поставь клаудс лучше. Я чуть не могу понять, почему здесь... А, что-то понял. Вот она вот такая. Я не понял. Попробуй клаудс поставить, но слишком контрастная будет. Клаудс, уменьшай сайз клауда. Вот. И возможно... А, ну да, посмотреть. еще текстуру, ты знаешь, пламени какой-то сделать. Он немного расплавит. Как будто он сгорел. Да, вот у меня тоже постоянно, но я на нее смотрю, мне кажется, это огненный, какой-то котик, его нужно. просто по этому по высоте этой текстуры эмиссию накинуть и все. огнем, давайте попробуем. Можно, в принципе, использовать как-то тот же самый эмпци. Ром, заходи в шейдинг и накидывай этот просто на него ambient occlusion, color ramp и получается как раз будет скорее всего в одних местах он будет мне так кажется. Возможно, я не прав. Кстати, я забыла, а вы видите ambient occlusion считается же теперь, да? А, это иви? Нет, я там сайклс, я в сайту сайклс. У тебя только не рендер этот не рендер точно. Вот, color ramp вкидывай туда. А ее, а, ну, миксануть с этим с текстурой правильно? Нет, это ты можешь просто для карты эмиссива использовать вот эту штуку потом. Да, только другой конец рампы сделал черный и ввв эмиссив воткни. А, типа такого, да? Да, жесть. Да, 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 круто не как-то их вот, вот, типа такого, да, и эту штуку в микс шейдер кидай, микс шейдер один обычный, а второй типа эмиссионный. Это не тот микс шейдер. А можно сделать, чтобы наши черные были? Даже микс. Нет, это цвет. Это микс, да. А зачем смешивать с обычным? Блин, я не понял, еще хочу, что-то я запутался. А, ну, мы его хотим в из color разкинуть, все правильно, да? Нет, я просто не понял, что вот то, что сейчас колорампой под ambient occlusion подсвечено, оно будет светиться через эмиссию, вот, типа источником света, а все остальное будет, вот, и еще вот в красный цвет сейчас можно будет накинуть нойза, чтобы он был как лава. ну, да, он уже выглядит теплаво такой. Офигенный, слушай. какой, а? Да, суперклассно, отрендерили, потом его и мы выложили тоже в сообщество, как результат того, что получилось на стриме. Я хочу в глаза еще. Сделаешь, ты в глаза тоже светильный, наш бой такой ядерный. Да. И потом еще его немножко подкомпозить можно будет, вот, чтобы... Ну, я бы еще, я не знаю, еще свет какой, мне кажется. Да, миксани, миксани типа вот эту карту сэмбиент оклюжен на эмиссию. Мне так кажется. Подожди, миксануть? Смотри, на другой материал и на эмиссию. сейчас у тебя эмиссион идет... Как, смотри, у тебя отсюда цвет уходит и в бейс-колор, и в эмиссион. Если ты будешь использовать микс-шейдер, то ты отдельно сможешь лучше контролить эмиссион и можешь накручивать ему силу. Ну, так есть, сделали же уже давно, вон, сила эмиссия прям под ним. А, 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 вот это про это. Да, но, но тогда вы миссив, можно, не, ну, и так, и так, в него что-то можно воткнуть. А, стойте, от Саня, какой, какой, просто, значение, валу, да, по-моему, вальда. Я хочу накинуть этот колебацию. Смотри, я просто почему говорю, если мы миксанем шейдера, мы сможем еще цвет эмиссива контролировать и накинуть на нему нойза, чтобы он был такой переливающийся. А, я понял. Понял, да? А сейчас мы цвет взяли только с колорампы, которая идет с Ambient Occlusion. Ага. Закинь, вот, просто, вперед принцип BSDF-ки, микс-шейдер, Сюда? Вот. Да, колорампу воткни в циферку. Да, да, да. Так. Посмотри, она нормально отрабатывает там же. Ну, по идее, красный-черный будет отрабатывать так же, как и белый-черный, да? Вроде нормально. Вот, а теперь вторым шейдером кидай просто эмиссив. Хотя нет, она что-то не так делает. Создай новый шейдер просто. Не, сейчас, короче, что я хотел сделать вообще? Я хотел эмиссион анимировать. Попробуй, как Саша говорит, создай просто на Shift-E эмиссион ноду. А, понял. Дим, ты понял, да, про что я? Игна, И вот ее воткни. Игорь, да, я кстати, тут можно еще добавить свет. А, здесь это будет маска, здесь он, в принципе, особо и не нужен. Не-не-не, миксануть типа и поменяй христами, скорее всего. Не, видимо, нет. Не, еще по-другому сделаем, в принципе, это не надо. А, вот он носит и есть. Я понимаю, в чем твоя идея, это напоминает мне, Саша, напоминает мне, как делается, например, в substance текстуры, когда ты делаешь маску, а потом уже под маской ты настраиваешь материал. А тут как бы более прямой подход, так скажем. То есть, если ты втыкаешь просто в основной шейдер и эмиссив, то... Просто очень люблю маски. Да, я тоже люблю. То у тебя меньше контроля, но в принципе зато проще все это делается. Ну и опять же можно на линии между шейдером и и рампой что-то воткнуть, вот как сейчас Рома делает. Блин, я немножко... Тебе просто нужно на мультиплаймикс переключить, я так думаю. Я немножко запутался. Ну, нет, колор, ну, спорт, факт. Так, есть вот, да, он что-то видно. Меняется. Кстати, если ты хочешь, чтобы он просто переливался, то ты можешь сделать 4D noise, это как бы основная фишка. Я бы туда еще одну колору рампу воткнул на самом деле. Куда? Во что? В после noise текстуры, чтобы она была такая более читаемая, более контрастная. Да, 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 кстати, сейчас сделаем так. Стоп. Не то. Не, все правильно. Все правильно? А, все. Белый я бы сделал, наверное, не белый матч, терея, что буквально. Или черный чуть не чернее, там, в зависимости от того, в какую сторону маска работает. И вы, вот это, да, перемещение? Да, и на это можно уже анимировать, и оно будет... да, мне кажется, тут еще можно разделить на 500, скажем, чтобы более медленной анимации было. Попробуй. Ого. Да, 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 да. Ого, какой классный. Так, стоп, а это что двигается? А, у нас он двигается. Я бы еще силы эмиссива побольше закинул, чтобы она такая была яркая, чтобы потом и на посте можно было заглоуить нормально. Только у тебя сейчас не идет эмиссион в этот, в шейдер, ты же сейчас... Точно, точно, все, я... Кайфовый какой, блин. Классно. А Вивика, кстати, интересная. О, и Виви? Сразу глум. И Виви работает неплохо. Ну, тут этот стоит. Глум. Кстати, говоря, у тебя сейчас 34 стоит Blender, а в 3.5 сделали же превью композитинга во вьюпорте. И это очень здорово, потому что в этом в cycles блум делается через композинг. Вот сейчас его нет, и вот тут явно не хватает. Хочется, чтобы он немножко сильнее светился. И ты не можешь без рендера проверить, как он выглядит. Как он выглядит, как он выглядит. а вот в 3.5 там в настройках ее порта, там теперь я снизу такая кнопочка, нажимаешь ее, и там ты видишь сразу результат с композом. Он немножко, конечно, замедляет, но в принципе не так сильно, и это здорово. в принципе сейчас если рома щитнет один кадр и закинет в композитинг, чтобы потом не помню нота в ландере, который блум добавляет такой, это глэр называется. Я все помню, что делается. Немь, по-моему, она называется. По-моему, нота сама называется глэр, а режим фок. Да, точно, да, 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 блин, я на самом деле хочу убрать хвост, все-таки анимацию, мне нравится. Блин, а попробуй воспроизвести 12 фэпосов, оно будет кайфово смотреться, мне кажется. Да, да, сейчас даже с анимацией поставят. Или может быть проскейлить хвост? Идем. Вот он. А, это я верхний делаю. Ну да, допустим, так. 12 PS, А, вот он кастом. По-моему, такое впечатление, что надо инвертнуть там, где кадры у нас прописаны в шуме, потому что такое впечатление, что анимация идет от хвоста к голове. И мне кажется, что в противоположную сторону должно идти. Ни у кого нет такого ощущения. А, я немного не понял, почему? Смотри, вот он. сейчас крутится, да, 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 понял. А, или это от empty идет эта анимация. Да, 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 то есть empty, да? Да, просто минус добавь. Минус, блин, а как HD, минус frame? Нет, минус умножь на минус один просто. Возможно, так сработает. да. Нет. блин, я не помню, как здесь. Поставь минус просто перед этим. Да, кстати, так сработает, я думаю. Перед фреймом, или перед? Да, перед 30 и минус 30. Деление же тоже считается. В принципе. Я думаю, зачем rotation? У нас живот. нет, стоимость. Задай просто ключами, Ром, и все. И модификатор на график, просто чтобы. А вообще, вообще нам нужно вращение ампции, или у нас? А, да, нужно, понятно. Так, у нас по иксу, да? Вот так, Нет, в обратную сторону. Не знаю. Медленно, да? Хотя. Не, нормально, он же там, да, линейная, точно. Ну, нормально вроде. А фэписов поменьше. Ты поставил? 12 ставит. Ну, примерно так. скорее всего, потому что в материале это так смотрится. Не, все-таки еще мишен хочу анимировать. Стейнс. Наверное. Не хватает, короче, только дыма еще. Реально. Ассимуляция дыма, я не знаю, честно говоря, как быстро сделать, хорошо. Кстати говоря, есть же в брендере этот эффект Quick Smoke, или как он называется? это я только про него хотел сказать, да. Да, можно через него попробовать. Это скорее пресет уже готовый, да. Да, ну, можно сделать просто фейковый объект, невидимый, от которого дым идет. Да, можно прям, что подхожить. А че за смок, это как с наук, который? Да, типа того. Вот Quick Effects, тут есть такой Quick Smoke. Только для меня он, у меня он не всегда хорошо работает. Ну вот сейчас я вижу, что он классно работает, вообще-то. Только его поднастроить, наверное, немножко надо. Рома, это же я в конце проекта любого. видно ли, кстати, это моргание, да, чуть-чуть, по-моему. Да, чуть-чуть видно. Кто больше делает? Ой, так сильно. А, кстати, как надо было. Калором по-анимируйте, в принципе, в блендере. Да, нет, разве? Да. по-моему, там все не вернулись. Я не знаю. Вот видишь, выбираешь ключик, попробуй по позиции на правой кнопкой мыши кликнуть сейчас. Вот, после 668 проводить на правой кнопке. А, ничего. век же век учись, клево. Да, это тоже открывает возможности. Кайф. Блин, можно на самом деле дым обошел. А что это, это не проект? Нет, просто сзади обжив это же сохранено. А, точно. F3. F3. Да, есть вещи, например, гритфил, который традиционно делался через F3. Select 3, one mission. Знаешь, что сделай? Сдублируй. Да, 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 я думаю, сдублирую. Сдублируй сетку, чтобы она была дальше. А, я понял, понял. Я тогда сдублирую, отключу, наверное, все модификаторы, правильно? Да, да. Нет, ты примени все модификаторы. Кроме сдублируй, сдублируй. я могу смотреть на модификаторы и у тебя уже как прежде делали. Ну, вот, разница между мошен дизайнером и не может плевать на оптимизацию так на все бабки так и и и и что дальше я просто эту сетку которую ты запек для этой штуки смог думать или да вот она сетка на этом вот тут есть флюид давай разбираться потому что симуляция в блендере а во-первых тебе нужно сейчас будет все бейкать скорее всего вытаскивай анимацию чтобы смотреть там же будет нижняя полосочка скорее всего сейчас показывать уровень симуляции shift стрелка влево на нулевой кадр потому что блендер всегда симуляция начинается на любом кадре а точно так и здесь где-то и этот cycles cycles а он ключ сюда санкос сюда ох ну считать долго теперь знаешь что можно сделать по идее можно сейчас взять сетку и вырезать те полигоны которые нам не нужны чтобы дым шел только с некоторых его участков как вариант да чтобы только сверху у тебя кстати там по идее же сетку уже должна быть есть же у тебя этот как называется участок сетки полигруппы ты об этом да 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 у рома же должна быть уже выделена какая-то полигруппа под этот по моему делал нет изначально только он он же делается через этот через м возможно есть да есть кстати этот наверное сэмпти запеклось же это скорее всего должно было вот это вот этот нет на ней работать здесь потому что там монификатор сохранился тогда да а сохрани как новую версию файла страшно потерять не сохрани сохрани серьезно это как бы ничего не стоит а код слишком хороший получается чтобы потерять да ничего страшного ты любишь жить опасно нет серьезно ром сохрани что ты делаешь остановись я рекамер и все нормально рекамер есть вот вот теперь в эти проп пропис simulation заходим скорее всего домена по-моему это делает не изменяет память это большой кубик в котором все это симуляция а вот он да и там по-моему основные симуляции скейл а что-то вот это по-моему это за размер да отвечает да это resolution ну да и у тебя мельче будет вот эти кусочки дым дышь не помогал дым симуляции рассказывать да я забыл я не помню ничего сейчас пока он не ну да квадрате мелкие так в принципе получше стало я же могу видеть да выбер просто вот эти губы давай еще форс добавим какой-нибудь что в этом запихрении подожди этот проект да так кстати не уверен что будет он тут работать не по идее должны уходить ману это кстати все еще они мир нужны их ну вот криво она работается он на себя стягивает как будто стран что произошло ты зря не сохранил да не сейчас наезд такой сейчас на этот кружочек джам катами тун-тун-тун или не будет я просто этот первый кадр ну что можно сказать рома играл с огнем ладно все перезаписи до девака тебя включил саша медитативные штуки кручу прикольно тоже убить знаешь сложно конкурировать с котом ничего не поделаешь ну тут другое просто но он появился кстати рандомно совсем просто эксперименты саша ты сам геометрическим нодами в принципе часто пользуешься геометринодами нет вот я недавно юзал для сборки какого-то драфта сейчас покажу что получилось потому что так тест сейчас скорее всего все вылетит или нет так layout а где а ну да кэш-то я не скачал правильно или кэш не сохранился скорее всего кэш не сохранился это я просто не тот файл скачал и в принципе это был единичный случай потому что в принципе хватает на самом деле системы клонера блендеровского particle system чтобы что-то вот так заклонить покрутить и пока для практических задач хватает вот очень хочется попробовать но опять же как мы говорили в самом начале стрима то что сейчас просто что-то пробовать уже непозволительная роскошь сейчас должно быть вписано в какие-то практические задачи вот поэтому как только будет какая-то практическая задача поэтому я возрадуюсь и попробую пока пока такого повода не 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 предоставилось к сожалению или к счастью а основной софт который ты используешь это автор для тебя а я блендер андрил сейчас я в общем решил немножко по-другому сделать без симуляции но с этими понятно с играми кстати можно сделать модельку огня и просто по-волю ему ее залить дымом если абсолютно какой-нибудь опять же можно дисплей с нами и ты хочешь смешать с альфой или как вот ты хочешь обрезать прикольная идея ну тип такого чего-нибудь знаю края только надо как-то его убрать может быть да я бы просто вывел плейн верхнюю граничку и слоя туда вверх камеры и там уже по по градиенту посмешал чтобы сейчас я хочу этот взять еще наверное пустышку взять кстати прикольная тема использовать координаты для текстур через empty и из координат объекта то есть мы создаем сейчас я покажу тоже короче на словах объясню и так уж слишком много стримов короче если мы создаем градиент в материале то сложно его поставить туда куда нужно но если создать empty и его повесить управлять градиентом то можно прям во вью партии двигать empty и будет двигаться центр градиента это очень удобно все я понял сразу дошла такая ночь когда здесь попробуй ну мне надо создавать ну давай попробуем ладно 10 empty да почему нет классика хотя бы так так и тебе надо переключить саму ноду на object отлично и он причем 3d если ты его влево вправо будешь двигать то он как бы ну глубже то есть меньше 100 станет сам круг через мультиплей как вообще как вообще дым выглядит ты знаешь кстати как быстро микс делать ctrl shift и правой кнопкой мыши соединяешь две ноды попробуй не тянешь прям от одной к другой ctrl shift и правой кнопкой тянешь проверю себя кстати уже говорил об этом у меня тоже не работал странно может у меня просто подводит моя память мышечная память не подводит а обычная подводит так ну вот мне тоже нет control shift правая кнопка мыши работает странно может ты тебя какой-то аддон включил но 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 только по-моему но странно окей удобно тебе просто очень быстро миксовать так а что что никс вот вот это ну ты не туда вставил верхнюю верхние ноды ты фактор вставила ты попробуй вставить куда вставить вместо фактора а а мультиплай же стоит да ну вот это как-то ну типа да так у нас нет стоп чуть не то ну кстати здесь можно попробовать сделать камеру orient текстуру мне кажется да тут наверное единственный редкий но тогда это работает тогда центр текстуры будет не по центру а не кстати да то есть у этой же текстуры да кайф знаешь это вот в аехе есть маска и ты там можешь выбирать маску ты кружочек рисуешь автоматически квадратик рисуешь и там есть звездочка вот и недавно впервые за 8 лет мне пришлось вырезать звездочку и этот инструмент пригодился он только бесполезный конкретно в этом случае он нужен и здесь кажется камера orient текстура это настолько редкий никогда я бы не включал в общем да тут он пригодился ну он кстати мне кажется для муш полезный то есть например ты делаешь фоновую какую-то текстуру которая там анимировано движется и вот у тебя камера поворачивается и фон как бы следует за ней это интересный эффект но ситуативный да очень кстати я чуть не вижу вот эффекта от камеры текстуры да странно она наручная рома смотрит не камерой а вьюпортом скорее всего не не почему разве есть разница попробуй через камеру посмотри а да 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 не понятно Какой там был? Wave, наверное. Еще раз смешать. Не, ладно. Знаешь, Mass Grave, как она называется? Текстура еще есть. Mass Grave есть такая, да? Это вот такие плавные, плавные кругляшки. Не, я хотел ее закрутить немножечко, прям чуть-чуть. Буквально. Ну, может, у нас грейва можно. Ты можешь, Mass Grave, я уже обычный нойз, по идее, должен справиться. Ты можешь закрутить анимацию, сделать включение, как бы, но из-за, действительно. Да, посмотрю. Distortion? А, Roughness? Не, Roughness это просто, как бы... Кстати, еще такое наблюдение, то, что в компьютерной графике все сводится к докидыванию нойза. Ну, часто и в анимации, и в текстуринге. Да, 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 накинь нойза. В текстуринге потом композишь, накинь нойза. Там что-нибудь тебе нужно подсимулировать, накинь нойза. Так это вовсе, мы в фотографии, в обработке тоже. Да, да, да. Ну, нойза и колорампа, больше инструментов нет. Ты сперва фоткаешь, например, у тебя фотка приходит с шумом, потому что, допустим, света достаточно не было. А потом ты такой... Так, окей, надо шум убрать, включаешь динойз, а потом в конце... Прямо снова накидываешь. Да, обратно надо шум добавить, чтобы красиво было, да. Вот в композе тоже так тебе приходит шот. Ты его по-хорошему сначала динойзишь, потом проводишь с ним манипуляции, а потом обратно накидываешь шум. В общем... Какой он у него? Я, 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 я... Я, 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 я... смешаю еще раз через мультиплай чтобы увидеть что получается может и нормально получится ну да в целом но в 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 Закинь вальфу это. А кстати Иви что-ли эту текстуру не хочет отображать? Там мы что-то сделали такое что Иви не может? А, возможно знаешь материал просто не альфа на материал непростого. Ты быстрее меня до этого догадался. Никто ничего не говорит, я вас не слышу, чуваки. А, нет, я просто наслаждаюсь. Хорошо. Наслаждаюсь. Да, кот, кайфовый получился. Ты, кстати, рендеришь, если тебе надо рендерить в Blender чаще в Cycles. Да, да. Ну, потому что для Motion Design как бы скорость рендера не то, чтобы важно, а важно просто, ну, Cycles все-таки более глубокий цвет, более честный рендер получается, чем в Иви. Да, классно вышло. Подожди, 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 ты что не сохранил? А, стоп. Это что было? У меня большая тень прикалывает с этого листа, она отражается, прям как в plane. А, кстати, да, нам надо на стене. А какая у тебя видюха, Ром? Ром, возможно, ты отвалился за голос, потому что… А, да, микрофон, микрофон у меня. Угу. А у меня видюха 30… какая… 50, я помню. Да, на 30-50, но у меня ноутбук. Угу. Ну и, если хочешь, меня скинь, я отрендерю побыстрее в Cycles. Давай. Надо запаковать все-таки. Угу. Так. И я тогда… Так, на самом деле… Сейчас, что у нас там по времени, да, да, да. Да, мы два часа уже сидим. Давайте тогда, когда завершать… Я могу закончить. Да, я сейчас покажу в двух… за две минуты этот композ, как делается и как он выглядит. И будем завершать чутку. Ты мне скиньшка-то? Да, да, да. Рома, мне тогда тоже скинь. Хорошо. Ну, всем тогда скинь. Скинь. Скинь в этот чат. Персонажки лучше. Угу. Он всего 13 мегабаритцев есть. Да. Красота процедурного… процедурных текстур. У меня постоянно файлы, потому что я что-то привык тоже все текстуры в 4К сохранять. И ПНГ, и они весят миллион все время. Хотя иногда это не обусловлено. То есть не оправданно. Андрилл на самом деле в этом плане очень такой привредливый парень. В него из кикселя накачиваешь что-нибудь. Вот. Я такой раз в проекту, до 25 гов моментально такой расхлопнулся. Так, вот. Сейчас я включу еще стрим в этом. Дискорде, чтобы вам тоже было видно. Так. Включился стрим в Дискорде, да? Да. О, сейчас он что-то решил RedOrgCurnals подгрузить. Пока в шейдинге, точнее в композитинге настроим все. Все зависло. Да, ну потому что, не знаю, может я драйвера на видео обновлял. То есть иногда периодически Blender так себя ведет. Вот, когда включаешь Cycles, он начинает выполнять какие-то подготовительные работы. Вот эти, делать RenderCurnals, как он называет. И бывает, что зависает на пару минут. Надеюсь, отвиснет. У тебя, кстати, еще может режим иногда бывает скипается почему-то передача файла, там Optics на KUDU, вот эти что-то всякие. Да? Сейчас напроверить. Вроде стоит нормально. Нет, стоит Optics. Так, ну давайте посмотрим. О, кайф. И давайте попробуем этот новый композитинг как раз. Я не совсем понимаю, почему вот вклад композитинг сделан максимально неудобно, по-моему. В этом плане. Так. Я сам, в принципе, в Blender и композитинге не так часто пользуюсь. Но, в принципе, все очень просто. Вот эта новая фича как раз вот здесь включается. Тут можно поставить Always, и тогда он всегда будет результат композитинга выводить во Viewport. Например, делаем Clare как раз. Вот. И мы видим, что моментально у нас появились интересные эффекты. У него как будто рот открылся. Да. Я пользуюсь этим аддоном Machine Tools, очень я его обожаю, у него есть пару прикольных. Прикольных. Я хотел спросить, что это? Что это за волшебство? Прикольных пайменюшек. Вот, например, вот это вот. У меня на тильду настроена эта камера. Тут можно создавать камеру, убирать и так далее. И вот эти вот все слева, вправо, вверх, вниз. И вторая пайменюшка это Shading. Вот здесь вот. Тут настройки рендера, тут вид сцены, и тут еще Shading типа AutoSmooth и так далее параметры. Как еще раз Machine? Machine Tools. Сейчас напишу в чат. И вот так пишется через строчку. И, например, если переключить рендер на Eevee, прям тут можно. Тут есть еще пресеты. Например, там ультра пресет для Eevee, он сразу подкручивает параметры Eevee. Надеюсь, подобно, да. Да, чтобы была ультра. И, ну, это как бы вершина айсберга. Там еще для моделинга инструменты в нем есть. Там миллион всего классного. Поэтому всем рекомендую. Это мой любимый аддон, пожалуй. Все. Давайте тут включим Denoise. Клеер поднастроим. Что-то я не так делал. У меня fog не хочет показываться. Поставь flow. Возможно, белого нет. Да, наверное. Но трэш-холд у меня супер низкий тоже стоит. Mix. На бояки можно было просто диплоу накинуть. Да. В принципе. А, подожди, подожди. У тебя это, скорее всего, в отдельном окне идешь, да? Или нет? Ну, смотри, если я переключаюсь на Gox, тут все нормально, видишь. Почему так интересно? Ну, а нам это все очень подходит. Так. А он будет работать по старинке на считанном кадре и на view? Так. Попробуем. О. Так. Сейчас мне надо сделать вот это. Кстати, вот гениальный аддон тоже. Там, по-моему, один питоновский файл, скрипт, который синхронизирует в юпорт, то есть глаза с фотиками. Вот это нажимаю. Теперь. Факир был пьян, фокусник не удался. Фокус не удался. Да, смотри, glow появился на постпроцессинге, но код исчез. Мы просто не видим экран рендера, потому что ты стримишь только одно окно. Окей, сейчас я тогда сделаю захват всего. Захват экрана. А на стриме у тебя захват всего, а на стриме у тебя стоит? А, да, я же на стриме у меня. Окей, тогда я сейчас и в этом. На дискорде тоже поменяю. Экраны первый. Так, вот я поменял. Вот, смотрите. Код исчезает. Почему? Хотя тут фотик стоит у него. А, на коллекции фотик не стоит. Окей. Да, да, да. Смотри тут на коллекцию. Во. Лоу. Лоу это слишком много, да. А, ну все, получается, можешь подрубить ноду, что-то там, как она называлась. Взюер? Да, да, да. Давай попробуем. И тут мне надо поставить имидж-эдитр. Так, окей. В котором Магеддона такое. Хм. Да, слушай. Его надо смешивать с изначальной картинкой, наверное, да? Да, слушай, нет. Обычно он отрабатывал. Что-то, что-то. Это где-то пошло не так. Да, он странно отрабатывает, правда. А, вот здесь микс, по-моему, на ноль надо поставить. Во. Тогда он смешивает. Правильно. Так. Окей. Уже что-то начинает вырисовываться. Во. И через микс как раз его можно сделать поменьше, побольше. То есть поярче. Эмм. Видите? Проблема в том, что glow в блендере даже на high он немножко пикселит. Это известная проблема. Вот если на low поставить, то он вообще делает Minecraft, по сути. Может, что-то от разрешения зависит. В принципе, сейчас какой там стоит? Я думаю. Ну, 10.8 стоит. Ну, в принципе, нормально. Повторяем. Поменьше. Да, тут буквально вот. речь идет о трехзначных тыф короче не переборщить ну вот на 100 процентов прилично выглядит в принципе я думаю так можно оставлять так ну я думаю что я рендерить его уже на стриме не буду я думаю давайте завершать свое вот я трендер и выложу в нашу группу чтобы все могли посмотреть что получилось и рома тебе спасибо за классного кота дальше и саша спасибо вам за компанию вот ты был отличным гостем саш спасибо тебе это первый это наш первый стрим до абсолютно бесплановый благодаря тебе получился получилось офигенно благодаря всем присутствующим вот я думаю будем продолжать мы тебя еще обязательно позовем вместе это тоже интересно надеюсь на это ребята очень крутые вы делаете прекрасно прекрасное дело в целом вот и желаю вам всяческих успехов вы готовчик и в сердечке теперь вот спасибо за зима спасибо спасибо ну тогда мы на этом прощаемся вот спасибо всем за классный стрим кто смотрел вам тоже большое спасибо и до свидания пока пока пока